Дорогие друзья, всем привет, я прошу прощения, после предыдущего ролика по сампу прошло много времени, хотя я ценю то, что вы ставите лайки на каждые видосы, понятное дело, просмотры по другим играм собирают немного меньше, но в любом случае, есть аудитория, которая смотрит абсолютно всё, я вас ценю, благодарен, спасибо, простите, что так долго не выходили ролики по сампу. Поставьте, пожалуйста, все, кто хотят ролики по сампу, чтобы выходили чаще, чтобы я не ленился и реально их делал как можно чаще, сегодня новая серия, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и погнали! После прошлого мероприятия на корабле я понял по вашим комментариям, что это довольно весёлое занятие и решил стать организатором и воспользоваться помощью админов. После долгих раздумий, какое именно мероприятие провести, мне пришла в голову мысль, а почему бы не покататься на крыше высокого здания на тракторе? Ну, сами понимаете, 19 миллионов, нужно же удовлетворять свои богатые потребности. Ну вот, в общем-то, как-то я и оказался здесь. Как только я договорился с админом, он объявил в чате о начале мероприятия и все желающие подзаработать баблишко начали собираться на крыше. Им было абсолютно всё равно, что происходит, главное, были призовые. Народу становилось всё больше и больше и больше и вроде уже всё было почти готов, но вдруг... Да, мои любимые трючечки. Жаль, что они всегда удачные. Я вернулся на крышу и мне с небес свалился новый трактор и мы были готовы начинать. Ребята построились, переоделись и почему-то все резко постарели. Ну ладно, будем думать, что так и должно быть. Я начал пытаться их скидывать с крыши, но поначалу получалось их только давить. И вот вроде бы уже нашёл жертву и наконец-то скинул. Но ничего нового. Я каким-то непонятным образом вернулся на крышу и продолжил их давить и скидывать одного за одним. Но битва здесь была уж точно не за жизнь, потому меня даже подняли и хотели снова скинуть вниз. Но в этот раз мне повезло. В один какой-то момент произошло что-то необъяснимое. Видимо, это было слияние двух тракторов, дабы ускорить процесс. И вот вам даже реальный пример, как даже в трудные моменты подписчики не забывают здороваться со мной. Очень приятно, честно. Мероприятие, конечно, было настолько весёлое, что меня даже успели обвинить в убийстве. Ну, с кем не бывает. И вроде бы всё шло хорошо, осталось не так уж много участников. Но ведь я не я, если ещё раз не упаду с крыши. А ей-то уже, видимо, надоело то, что я с неё постоянно падаю. И она решила меня задержать в себе. Как бы странно это ни звучало. Как только я выбрался, со мной произошло что-то необычное. Но я вернулся и всё-таки окончательно принял решение довести всё до конца. И вот дело оставалось за малым. Осталось всего три участника. Я сразу же нажаю на двух. Но один каким-то образом уцелел. Но ненадолго. Почти из сотни участников остался всего один. Победитель, конечно же, получил свой заслуженный приз лично от меня. И даже получил надбавку за то, что подписан на мой канал. Так что, если ты до сих пор не подписан, ты знаешь, что надо делать. Подписывайся. Прошло совсем немного времени после мероприятия. Я занимался всякой ерундой. И тут мне предложили заняться криминальными делами. И что вы думаете? Я, конечно же, согласился. Во время того, когда я ехал к банде, мне предложили помериться силами с моей булочкой. Но на всякую рухнуть у меня нет времени тратить. Поэтому я поехал дальше. По пути в гетто мне немного объяснили, чем занимаются бандиты. И предложили мне оружие. К тому же бесплатно. Оказалось, меня в криминальном мире даже знают. Ну, не то, чтобы я прям удивлен. Но, честно, было неожиданно. В общем, со всеми побратался. Можно и оружие получить. Мне рассказали все планы. Позвали внутрь частного бандитского дома. И показали, что там к чему. Позже лидеры банды устроили строй на баскетбольной площадке. Сначала я подумал, мы реально будем играть в баскетбол. Но нет. Собрали нас, на самом деле, для того, чтобы поехать на военную базу за патронами. Такого в первый день своего перебывания в банде я точно не ожидал. После обсуждения мне нужно было переодеться. Поэтому пришлось побежать в дом. Потом я получил пару дополнительных килограмм. Видимо, такие я правила в банде. Ну и взяв пару дополнительных пушек, мы рванули прямиком к базе. Мы приехали в магазин и проверили небольшую подготовку. Закупили маски и аспирин. Ну и, конечно же, перед этим обычно очень важно заправиться. Без этого никуда. По какой-то непонятной причине приехали мы последними. Я даже не знаю почему. И тут, кстати, началось самое интересное. Мы ворвались на военную базу, на которой я как раз совсем недавно служил. Пока было чисто, мы по-тихому загружали оружие в наши тачки. Но внезапно что-то пошло не так. Вояки прилетели защищать базу от нашего рейда на вертолете. Конечно, конечно же, справились мы с ними довольно быстро. По крайней мере, так думали до того момента, пока нас не окружили, да. Ну и дальше все пошло немного не по плану. Мушка прицела слетела. И я оказался не в состоянии продолжать перестрелку. Ну и, как полагается, меня увезли. Я думал, что в больничку. Но оказалась в тюрьму. Да уж, видимо, там лечат лучше. Дорогие друзья, если вам ролики по сампу заходят, будьте добры поставить лайкос. Подписаться на канал, напишите свой комментарий. Под этим роликом предлагайте следующие идеи. Но если вы тоже хотите поиграть со мной, все полезные ссылки будут в описании. Всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч. Не болейте. Пока, ребят.